Дети войны – уникальная организация. Она объединила замечательных людей. Тех, кто в годы Великой Отечественной ковал победу в тылу, кто в послевоенное время поднимал страну из руин. На сегодняшний день наша организация приближается по численности пяти тысяч. Это говорит о том, что наши люди, наше старшее поколение доверяет этой организации. Надеется, что мы что-то значим, и мы что-то делаем для людей. И это правильно. 25 ноября в культурно-спортивном центре «Мечта» чествовали детей войны 1928-1933-1938 годов рождения. Тех, кому исполнилось 80, 85 и 90 лет. Символично, что торжество это совпало с другим большим праздником. Сегодня удивительный праздник – День матери. Я хочу поздравить дорогие женщины, наши бабушки, наши мамы, наши сестры, наши родные и близкие с этим удивительным праздником. Праздником созидания, праздником добра, праздником воспитания и всего-всего самого доброго, все, что связано с материнством. От руководителей муниципалитета и от Координационного совета по делам ветеранов поздравление собравшимся передал советник главы городского поселения Одинцова Михаил Солнцев. «Позвольте этими главы района Андрея Рубича Иванова и от главы города Гусева Александровича поздравить всех вас. Первое – с юбилеем, это наши юбиляры. Второе – это конец из днём матери. От рождения, сопровождающих своих детей в этой непростой нашей российской жизни». Непосредственное участие в подготовке праздника принимал депутат районного совета, известный меценат Вячеслав Киреев. Его мать в десятилетнем возрасте побывала в фашистской оккупации под Смоленском, поэтому к детям войны у него особое отношение. «Всё, что было связано с их трудным детством, да, они пытались, чтобы десятилетиями, веками это не повторялось. И в общем-то это получилось, потому что десятки лет на нашей земле нет такой войны. И я думаю, что это вот благодаря тем героям, тем героям, которые пережили войну, будучи детьми, и которые создали такую великую страну, которая сейчас есть». Всего в этот день подарки получили 374 юбиляра. Некоторых из них Лариса Лазутина и Вячеслав Киреев поздравили лично. А после торжественной части собравшиеся увидели концерт фольклорного коллектива «Родник». Пётр Горохов, телекомпания «Одинцова».